Воззови ко мне, я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Есть такие произведения, при просмотре которых ты ощущаешь всю грандиозность происходящего на экране. Каждый кадр этих картин лишний раз подчеркивает их значительность. Я встречал немного таких творений за свою жизнь. Про большую часть из них говорят на каждом углу. Они уже давно стали объектом разговоров каждого любителя кино. Но одно мной очень любимое произведение почему-то осталось забытым. Я имею ввиду историю про принца Египта. Мультфильмы по библейским сюжетам выпускаются ежегодно. На каждой истории из Библии найдется не одни десяток адаптаций. В основном они ничем не блещут. Их перезапускают только ради перезапуска. И среди всех этих ремейков есть одна жемчужина. Мультфильм, который поражает своей колоссальностью. Это, казалось бы, все та же история, но в то же время совсем иная. И неважно, веришь ли в бога или нет, это в любом случае ужасающая масштабная история. И она точно не оставит равнодушным. Я готов с уверенностью заявить, что принц Египта – это величайший мультфильм по мотивам Библии. Ни один другой и рядом с ними стоит. Он чересчур отличается от обычных христианских мультфильм адаптаций. И дело тут даже не в том, что произведение был огромный бюджет. Да, он несомненно повлиял на качество картины. Но это далеко не самое главное. Самое главное – это то, что этот мультфильм далеко не о боге. Я рос в христианской семье, посему я смотрел тонны религиозных мультфильмов. И, не буду врать, они мне нравились. И в то же время, я не замечал отличий между обычными христианскими произведениями и принцами Египта. Сейчас же, пересмотрев его, я осознаю, почему он так важен для кино, и не понимаю, почему больше никто из студий так не делает. Давайте сперва кое-что проясним. Можно верить в Библию и Бога, или не верить. Можно воспринимать эти истории как правду, или как очевидную выдумку евреев. Но не в этом смысл данного видео. Я не ставлю себе задачи начинать какие-то разборки в комментариях. Я лично не верю в Библию. Но не признавать, что многие истории из этой книги хорошие и немыслимо масштабные, я не могу. И принц Египта это доказывает. Все христианские мультфильмы и фильмы, практически без исключений, имеют в себе единый посыл. Рассказать о Боге и заставить людей поверить. Такните почти в любое христианское кино, и вы увидите именно это. Если вы смотрели такие произведения хоть раз, вы без проблем это поймете. Возьмите относительно высокобюджетные фильмы «Хижина» или «Небеса реальны». Или какие-то мультфильмы, будь то обедование Пасхи, или того же царя сновидения той же самой студии, что и сделала мультфильм, о котором данное видео. Все эти мультфильмы очень наивны. Они основаны на вере и пропагандируют свое учение. Эти фильмы не представляют собой ничего интересного и нового. Но с «Принцем Египта» все совсем иначе. Мультфильм в первую очередь ставит себе целью рассказать историю. Колоссальную и сильную историю. Он не пытается навязать тебе какого-то бога, или какую-то религию, или философию. Да, в мультфильме есть бог. Но здесь его скорее используют, как бы табакахульно не звучало, для развития и продвижения истории. На боге тут не акцентируют внимание. Он просто есть и все. Но в центре внимания совсем другие идеи. В этом красота и уникальность этой картины среди всех остальных произведений, так или иначе связанных с богом. Создатели «Принца Египта» не боятся приукрашать. Добавлять свои элементы, которых вообще нет в Библии. На самом деле, от Библии остались лишь самые основные события, и то не все. Дримворксы создают искусство. Своё. Но на основе библейских историй. Они добавляют своё видение в эту повесть. И это очень важно. Есть большое количество мультсериалов, вроде суперкниги или хранителей историй, которые этого не делают. Они боятся создавать свою интерпретацию этих уже известных всем сюжетов. И это их губит. Из-за этого данные произведения кажутся ненастоящими и какими-то искусственными, что для кино непозволительно. Но когда ты смотришь «Принца Египта», ты видишь живых героев со своей философией, предрассудками и прочими загонами. Взять, к примеру, отношения между Рамзесом и Моисеем, ведь они выглядят реальными. Мы впервые их ощущаем почти с самых первых минут, когда оба скачут на перегонки на лошадях. Они прикалываются и поддерживают друг друга. Их отношения развиваются с продвижением сюжета. И здесь мы подошли к очень важной особенности «Принца Египта». Как я и сказал, «Принц Египта» не о боге. Он о проблемах разности идеологий. Он о том, как люди склонны менять свои убеждения и заблуждаться. Этот аспект воистину не подражаем. Мультфильм рассказывает уже всем известную историю о Моисее, но умудряется сделать свою собственную картину со своим особым посылом. С самого начала Моисей не видит особых проблем в том, как он живет. Он не против уметь рабов, доставлять другим людям неприятности и так далее. Он живет в парадигме, в которой он был воспитан. То же происходит и с Рамзесом. Они живут и не заботятся ни о чем. Но в какой-то момент в одном из двух братьев происходит изменение. Моисей начинает замечать, что то, как они живут, нехорошо. Как минимум, это неприемлемо для него самого. У него происходит когнитивный диссонанс, и он не знает, что делать. Вся его жизнь проходила слепо. Вся его жизнь была ложью. Он видел, что люди вокруг него страдают, но не осознавал этого в полной мере. Когда же он убивает ебиского надзирателя, то окончательно срывается и убегает. Попав в деревню Сепфиры, своей будущей жены, он принимает иной образ жизни. Он меняет свою парадигму. Он полностью отходит от той роскошной жизни, которая была в дворце. В деревне, среди обычного народа, прямо как Лев Толстой, Моисей находит покой и свое место. Он начинает замечать красоту в мелочах. Встретишь же с огненным кустом, богом, может означать, помимо очевидной религиозной линии, то, что Моисей полностью обрел свою собственную философию и отказался своей прежней жизни. Он стал личностью. И вот здесь, нам начинают демонстрировать эту разность двух идеологий. Два брата, которые были воспитаны в одной и той же среде, имеют совершенно различные мировоззрения. В мультфильме нет такого явного разделения на плохих и хороших. Да, Рамзес и его отец, безусловно, выступают анагонистами мультфильма. Но если взглянуть на картину более рационально, то станет ясно, что они не являются злодеями, как в обычных христианских произведениях. Естественно, что сторона Рамзеса часто окрашивается дьявольскими цветами и мрачной музыкой. Но даже после всего этого, его показывают в качестве обычного человека, не дьявола. Создатели демонстрируют нам его чувства и объясняют, вполне логично, почему он поступает так, как поступает. Да, фараоны совершали ужасные вещи и убивали детей, и издевались над рабами, но это происходило лишь потому, что они были так воспитаны. Они жили в те времена, когда это было нормой. На самом деле, даже Бог убивал людей. Посему, Рамзес все время действовал лишь в соответствии с тем, что общепринято. В нашем мире, еще полтора столетия назад, разно считалось нормой. Люди жили таким образом и не видели в этом проблему. Сейчас же, это для нас дико. А во времена, в которых происходят предположительные события мультфильма, едва ли кто-то задумывался, что они делают что-то не так. И самое здесь главное, что авторы мультфильма делают на этом акцент. Они делают акцент на чувства хараона. На протяжении всех десяти казней, два брата время от времени общаются друг с другом. И в их диалогах мы видим то, что они оба обычные люди. Не ища де ада и не святые. Я смотрел, читал и изучал эту историю сотни и сотни раз. Я знаю эту повесть наизусть. Но при просмотре Принца Египта, я не могу болеть за то, чтобы Рамзес и Моисей просто остались хорошими друзьями и братьями. Чтобы между ними не происходило конфликта. И все это заслуга мультфильма. Читая ту же Библию, тебе не будет особой разницы на Рамзеса. Ведь его там почти нет на самом деле. Но здесь, ты видишь в нем человека и надежду. Даже в самые ужасные моменты, когда вся долина опустошена, весь кот мертв и все заболели проказой, кажется, будто все еще не решено. Рамзес выглядит обычным человеком, который столкнулся с неприятностями и который пытается бороться с ними. Кажется, будто братья смогут помириться и все станет как прежде. Даже сам Рамзес это говорит. Но, нет, это невозможно. Они стали слишком разными. Хоть у них и остались братские чувства друг к другу, они вынуждены быть по разную сторону баррикад. Они не понимают друг друга. Каждый считает себя правым. В одной из главных песен мультфильма, Рамзес даже поет следующее. Как ты пришел к такой ненависти ко мне? Почему ты меня так ненавидишь? Эта фраза демонстрирует нам то, что он видит происходящее совсем иначе, чем оно является на самом деле. Ведь мы, из-за кулис, знаем, что Моисей его не ненавидит. У него просто своя иная идеология. Я без проблем могу понять как одну, так и другую сторону конфликта. И я не вижу в Моисея святого, а в Рамзесе злодея. Из-за того же Моисея по итогу умер сын его брата. Как тут не собережать Рамзесу? Создатели вполне могли как-то облегчить этот момент со смертью сына. Но они решили полностью показать всю горечь и несправедливость этого момента. Рамзес не хороший и не плохой. Просто, вероятно, он заблуждается. И такое восприятие картины целиком происходит из-за создателей. На чем они делали акценты, как они раскрывали как одного, так и другого персонажа и так далее. Это действительно удивительно. Как можно из уже миллионный раз пересказанной истории сделать свою отдельную? Из-за всего этого у меня происходит диссонанс. Почему студии делают всякие хижины или небеса реальные и не делают новых принцев Египта? Мультфильм собрал почти 200 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов. Да, сейчас-то возможно не такие большие деньги, но тогда это было солидно, тем более для мультфильма. То есть в теории аудитория для такого кино есть. И даже не христиане, а просто любители хороших фильмов. Я бы очень хотел, чтобы студии перестали ремейкать свои старые проекты или делать четвертые и пятые части своих конвейерных произведений и в кои-то веки начать делать качественные адаптации библейских историй на уровне с принцами Египта. И главное, без призыва к вере, так как это сделали DreamWorks. Ведь у нас действительно до сих пор почти нет хороших религиозных адаптаций, а они этого заслуживают. Еще я не могу не отметить невероятную музыку. Все знают, насколько хорош Ханс Циммер, и в принце Египта он не подвел. Каждый трек просто идеален, как для конкретного момента, так и в качестве исполнения. Песни также чудесны. Каждая из них передает именно то настроение, которое должно быть у зрителя. Отдельно хотелось бы отметить The Plagues. И Through Heaven's Eyes Принц Египта – это феерически колоссальная картина. В ней почти все сделано прекрасно. Каждый момент этого мультфильма – это маленький шедеврик. Каждая песня – идеальная. Конечно, я бы мог придраться к некоторым деталям, но порой просто не хочется даже думать о плохом. Вообще, сложно говорить о чем-то, что сильно любишь. Поэтому скажу просто – спасибо боже, что этот мультфильм существует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok